17 апреля этого года так называемые власти аннексированного Крыма приняли решение о передаче в федеральную собственность РФ земельного участка площадью более 6,5 тысяч квадратных метров на острове Тузла. Безоплатно передать из властности Крыму у федеральную властность России. Теперь эта территория по законам РФ относится не к Крыму, а к самой России. Такие вот игры на показательное о том, что мы контролируем территорию, она уже российская, мы теперь можем делать, грубо говоря, внутри страны своей, как они считаются. Они говорят, что это их страна, делаем, что хотим. Все это задокументировали и вздохнули спокойно. Ведь теперь, когда Крым вернется в состав Украины, за Тузлу снова развяжется война. Война, которая в Крыму на самом деле не прекращалась никогда. Крым практически уже был в России. Дело в том, что народ единонушно избрал своего президента с одной установкой, самой главной, вперед в Россию. 1994 год президентом Республики Крым становится прокремлевский кандидат Юрий Мешков. Это время, когда в Крыму активно действуют пророссийские силы. Без России вы не выживете. Памните, что вы русские! Русские! На худой конец, россияне! Ставленник Кремля собрал правительство из министров с русскими паспортами. Мешков обещал крымчанам ввести на полуострове Рублевую зону, заключить с Россией военно-политический союз, предоставить жителям Крыма российское гражданство и ввести московское время. Из всего перечисленного ему удалось перевести только стрелки часов по Москве. Приехало в Крым управлять московское правительство во главе с алкоголиком по фамилии Собуров, то выяснилось, что совершенно другие перспективы у Крыма. То есть они, по сути, приехали колонизировать Крым. Первая попытка оторвать Крым и приклеить его к России провалилась. 95-й конец маленькой страны Юрия Мешкова. Киеву удается без единого выстрела подчинить рвущийся к независимости Крым. Президент Кучма своими указами ликвидировал незаконные крымские структуры, отменил Конституцию 94-го года и пост президента. Сам Мешков сбежал в России. И все это произошло за один единственный день – 17 марта 95-го года. Ну тогда мы еще были не настолько сильны, чтобы оказать сопротивлением. Кстати, именно эту дату оккупанты через 18 лет выбрали для провозглашения так называемой независимости Крыма. Явно Кремль все эти годы мучили связанные с этой датой комплексы. С городских площадей крымчане фактически расходились гражданами России. Со всем скорости с официальной денежной единицей станет рубль и начнется замена паспортов. Но вернемся к многострадальной тузле. Что же именно стало той самой точкой отсчета, когда Кремль окончательно и бесповоротно записал Украину в свои враги и понял, что готов поднять оружие против братьев-украинцев. Папараду отдать по зубам, понимаете, потому что поведение националистической Украины – это наглость. Россия спробовала змінити кордон у Керченской протоции. Без попереджения Россия начала сводить дамбу до острова Тузла. Тогда, 15 лет назад, конфликт между Россией и Украиной едва не перерос в боевые действия. И этому Кремлю надо показать, что Украина – независимое государство, и не пяти земли, суверенный, а там, по-моему, не дадим. Переполох начался из-за строительства дамбы от российского Таманского берега к песчаной косе в украинских территориальных водах. Решение о строительстве именно косы принимала краевая администрация. Я лично, как губернатор, подписал испоряжение. Москва, в общем-то, не мешала. Украина свежно укрепляет границу. Президент Кучма срочно возвращается аж из Южной Америки и прямиком на Тузлу. Так почему же для Украины вопрос строительства дамбы был настолько опасен? Наша Керчь – это Крым, вот это Тамань, а вот это остров Тузла. И вы видите, что есть как бы нечто, какая-то там коса, но которая с островом Тузла не смыкается. Эта часть пролива не судоходная. Фарватер же проходит между косой Тузлой и крымским полуостровом, то есть полностью в территориальных водах Украины. Плата за вход кораблей, значит, торговых судов в АЗОВ производится одной стороной, а не двумя сторонами. В ответ на, как бы, такие односторонние вот эти действия, на взимание тарифов в полной мере со стороны Украины за прохождение всех морских судов, началось строительство этой дамбы. Канальный сбор насчитывается в взвод около 200 миллионов долларов. И хоть в Краснодарском крае и давали какие-то немыслимые объяснения своим действиям. Должна понять Украина, если берег уходит и уходит и уходит, ну тогда же мы же тоже не беспокоимся. Но негласные месседжи были очевидны. Кремль хотел достроить дамбу до Тузлы, восстановив тем самым косу, после чего предъявить свои претензии на бывший остров. Безусловно, они хотели проверить реакцию Украины, насколько Украина готова в этом смысле сопротивляться, насколько мы, так сказать, жестко будем отстаивать свою территорию. Базарить собственной землей, будь то Южные Курилы, Крым когда-то, который отдали, а теперь еще и Тузлу, это не полагается государственным мужем. Украинская сторона прямо объявила об угрозе нарушения государственной границы Украины. Украина уведомила тогда НАТО, все западные страны о происходящем инциденте, но все внимательно следили. Украина предупредила о том, что у нас не было, конечно, такой поддержки Запада и близко, но тем не менее предупредили о том, что готовы отстаивать с оружием в руках территориальную целостность. Вытащить карту, и будет там четко проведана линия. И утромочный по карте с конкурсом. По приказу главнокомандующего на Тузлу был переброшен пограничный батальон, а также десяток кораблей и катеров морской охраны. Пограничный спецназ готовится встретить незваных гостей. Они движутся к Тузле со скоростью нескольких десятков метров в сутки. На черговании находилась авиация, как из Кировского, так и вертолеты находились на базе полка. Морские пехотинцы были на кораблях. На требовании остановить стройку и не провоцировать и без того усложнившуюся ситуацию Россия никак не реагировала. Украинский народ не будет ссориться против русского народа. И выражаете нас расценить ваши действия как торжение и провоцировать. В наглу вставало судно ФСБ России и на нашей территории на запад, чему ты находишься в территориальных водах Украины, ответ я взломался. И такие провокационные подии, ситуации проходили практически не каждый день. Отношения между Украиной и Россией были наколены до предела. Украинские газеты в те дни пестрели заголовками. До войны с Россией осталось меньше километра. Точнее описать происходящее было невозможно. Действия России в тот момент времени, с точки зрения международных отношений и практики этих отношений, это были агрессивные шаги на грани начала вооруженного конфликта. Маленький остров в Керченском проливе, за который было принято решение бороться, бороться с огромной Россией, для которой суверенитет и права другого государства, как простой ничего не значащий пшик. И тогда только решительность украинского руководства, тудашнего президента Кучмы, который поставил погоничную заставу, и дали команду, что если приблизиться на расстояние менее 100 метров, отрывает огонь. И об этом сообщили российской стороне. И только вот эта решительная оппозиция, она все это остановила. Строительство дамбы России остановилось 23 октября 2003 года. Буквально за 100 метров до украинских территориальных вод. Я думаю, что россияне переконались, что мы не собираемся вести переговоры по тем питаниям, какие для Украины есть решения. Тогда руководство Украины сумело отстоять границы государства. А вот в Кремле сделали свои выводы. А если бы тогда удалось, Украина бы не отстояла, они бы пошли дальше. Естественно, они бы захватили, достроили эту косу, захватили бы эту тузлу, а далее бы попытались, что это организовать в Украине Севастополя. То есть это была попытка раскачки ситуации в далеком 2003 году. Это было тренирование, это был этап подготовки до тех подействий, которые были продемонстрированы в 2014 году. Проигрыши Кремля, которые они помнят и никогда не забывают. Для них тузла как бельмо в глазу. Отжавшие Крым и сегодня, когда ворованное вроде как принадлежит им целиком, демонстративно передают тузлу из состава якобы российского Крыма в российскую Россию. Типа перекладывают из одного кармана в другой. Явно тузла остается для них таким же пунктом по Фрейду, как и 17 марта. У куч мы не отобрали, так хоть у себя заберем. Это показательное выступление с целью там показать, что вот мы же теперь захватили Крым, мы же что хотим, вот хотели тузлу передадим, вот потом захотим что-то еще там от ХАПа. И это еще один такой вот там, еще одна соломинка, которая, как говорят там британцы, соломинка, которая сломает спину верблюда. Смотреть на все разрушения в Крыму просто невыносимо. А самим украинцам сегодня уже не так важно, когда именно началась операция по нападению на Украину. Когда именно мы все прошли точку невозврата. Важно одно, чтобы все уже наконец-то поняли, не надо спасать русский мир в некогда братских республиках, а наоборот, самое время спасаться от него самого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова